Всем привет, с вами Редспрут и сегодня я расскажу как с легкостью уничтожать орды фриков в игре Days Gone. Фрики это местные зомби, которые здесь просто повсюду. Они похожи на людей, но человеческого в них почти ничего не осталось. Естественно фрики враждебны главному герою и как только его замечают, сразу пытаются атаковать. По одиночке они достаточно слабые и улетают в мир иной от пары пуль или лещей. Но вот когда они объединяются в группы, они начинают представлять серьезную опасность. Такие толпы фриков называются ордами и в игре их несколько десятков штук. Отличаются они между собой только двумя параметрами. Первый это численность, второй место обитания. Что касается численности, то тут все просто. В начале сюжета игрок откровенно слаб. Из оружия у него есть только слабенький пистолет, ножик и арбалет с парочкой болтов. Уровень здоровья и выносливости у Дикона тоже оставляет желать лучшего. Естественно, с большой толпой засранцев он просто не справится. Поэтому в начальных локациях все орды, мягко говоря, малочисленны. А если говорить прямо, то в них буквально пара десятков коллег. Но даже их новичку будет разобрать не так уж и легко. Ах да, это видео записано как раз больше для новичков. Те, кто уже прошел весь сюжет, скорее всего нового ничего не услышат. Со временем игрок будет развиваться, получать более крутые пушки, а также исследовать новые участки карты. Естественно, орды, которые он будет встречать, тоже станут крупнее. Под конец игры вам уже придется разбираться с сотнями говнюков. Вы спросите, зачем же с ними сражаться? Во-первых, порой они будут мешать выполнить вам задания. Во-вторых, как с одиночных фриков, так и с членов орды падают уши. Их можно продать, тем самым получив деньги и репутацию. Что касается мест обитания, то они бывают разными. Орды могут прятаться в пещерах, вагонах, зданиях или сидеть где-нибудь в поле. При этом большинство таких стад зомбаков не сидят на месте постоянно. В зависимости от времени суток они либо отдыхают, либо шастают по окрестностям, либо где-нибудь кормятся. Естественно, лезть в пещеру за такими супостатами гораздо опаснее, чем сражаться на какой-то открытой, светлой местности. Поэтому, чтобы облегчить процесс уничтожения вражин, имеет смысл дождаться, когда они выползут на поверхность. Итак, допустим вы только начали играть, прошли парочку сюжетных заданий и встретились со своей первой ордой. Что же с ней делать? Ну, как вы понимаете, тут варианта два. Либо вы ее уничтожаете, либо забиваете на нее хрен. Да, и такое вполне себе возможно. Для прохождения игры вам понадобится уничтожить всего пару толп зомби, а не все которые есть. Поэтому подобные встречи можно просто проигнорировать. Но это видео про их уничтожение. Поэтому этим мы сейчас и займемся. Прежде чем начать, я расскажу вам две главные особенности таких стад врагов. Первое, это то, что противников в ней фиксированное количество. И при гибели части особей они не воскреснут. Если говорить простым языком, то если вы, к примеру, влепились на байке в такую орду, и тем самым задавили парочку говнюков, то эта самая орда станет меньше на эту парочку особей. Было в ней, допустим, 25 зомби, а стало 23. 23 штуки в ней так и останется. Таким образом, можно не уничтожать орду залпом за один раз, а так скажем, отпусывать от нее по кусочку до того момента, пока вы не добьете последнего. Но и вторая особенность, это то, что за вами они не будут бегать вечно. Рано или поздно толпа от вас отстанет. Получается, если вы чувствуете себя достаточно бодро и готовы расфигачить эту толпу за один прием, то пожалуйста. Если нет, то расправляйтесь с ней по частям. Естественно, одолеть орду за раз интереснее, это даст вам больше эмоций и, конечно, сэкономит время. Итак, какие же есть тактики и фишки при борьбе с ордами в начале игры? Во-первых, самый простой способ разобрать этих говняков, это кайт на мотоцикле. Вы садитесь на байк, достаете свою пукалку и, не давая себя сцапать, потихоньку уезжаете от врагов, при этом постреливая в них. Стрельба на мотоцикле в этой игре почти полностью автоматическая. Проще говоря, работает автонаведение. Вам лишь нужно дождаться, когда Дикон прицелится получше и нажать кнопку выстрела. Причем даже со стартовой пукалки можно с легкостью отстреливать зомби одного за другим. Главное, не забывайте посматривать вперед, чтобы никуда не врезаться. Если такое случится, то вас скорее всего быстро разорвут на части. Вторая тактика это тоже кайт, но уже не на мотоцикле, а бегом. Конечно же, данный способ опаснее. Фрики не сказать, что лютые бегуны, но легко оторваться от них можно лишь при помощи ускорения. Вот только дело в том, что это ускорение тратит выносливость, которая не бесконечна. Другими словами, вам придется постоянно балансировать и стараться удерживать безопасную дистанцию. Как только есть риск словить леща, нужно немного ускориться. Ну или на крайний случай сделать перекат. В таком режиме вражин лучше всего проводить через узкие места или проемы. Все дело в том, что модельки зомбаков не проваливаются друг в друга. И благодаря всяческим сужениям и преградам они начнут от вас отставать. Как вы наверное уже заметили, рядом с местом обитания Орд частенько разбросаны всякие взрывоопасные предметы. Конечно же этим стоит пользоваться. Как только рядом с бочкой окажется побольше бичуганов, сразу стреляйте в нее. Так вы не только избавитесь от части врагов, но и сэкономите несколько патронов. В начале игры со взрывчаткой все откровенно говоря плохо. Никаких супер бомб и мин у вас не будет, поэтому придется обходиться коктейлями молотова. К сожалению их запас тоже далеко не велик, поэтому используйте их аккуратно, стараясь задеть как можно больше фриков. Если дела идут совсем уж плохо, у вас например кончились все патроны и молотов, и при этом Орда все еще большая и бежит за вами, то вашим спасением может оказаться мусорный бак. Как только вы в него нырнете, считайте, что вы спасены. Отдельные особи могут даже подолбить по нему своими кулачищами. Но не бойтесь, мозгов у них как у хлебушка. Поднять крышку фрики все-таки не догадаются. Для того, чтобы знать заранее, есть ли поблизости подобные баки, я советую перед началом боя тщательно изучить локацию. Кстати, многие могут подумать, что кроме баков можно спрятаться и в строениях Нера. Неудивительно, ведь у них прочные металлические стены и двери. Но спешу вас огорчить, крышку баков фрики открыть не могут, а вот закрытые железные двери легко. Поэтому попытки спрятаться в таких базах ни к чему хорошему не приведут. Гораздо проще оставить где-нибудь на дороге свой байк, и развернуть его в сторону возможного отступления. Если вам удастся немного оторваться от Орды, то вы успеете на него забраться и умчать. В такой ситуации главное хотя бы немного, но разорвать дистанцию. В ином случае толпа вас скинет с байка и покарает до того, как вы тронетесь с места. Если вас посетит идея просто давить это отродье своим мотоциклом, то спешу вас разочаровать. Парочку фриков вы конечно собьете, но вот въезжать в толпу это смерти подобно. Кроме того, ваш байк хоть и железный, но от подобных столкновений постепенно ломается. Поэтому сбивать толпу постепенно по одному фрику у вас не получится. Совсем скоро ваш байк задымит и потребует ремонта. Казалось бы на этом со странностями все, но на самом деле нет. Зомбаки могут с легкостью забраться на любое здание, но при этом не умеют пользоваться лестницей. Эту фишку можно использовать против них. Например вот здесь. Рядом с железнодорожной линией и прудом есть здоровенная башня с лестницей. Именно сюда вы можете забраться и безнаказанно расстреливать зомбарей. Они останутся где-то внизу, ведь попросту не смогут к вам подняться. Следующая фишка касается животных. Многие звери не дружат с фриками, но если к примеру медведь в одиночку вполне себе способен раскидать пятерку зомби, то с ордой он явно не справится. Поэтому пытаться натравить хищников на орду не самая лучшая идея. А вот использовать всяческие отвлекающие устройства это наоборот очень даже хорошо. Подобные приблуды отлично кучкуют врагов. В такую толпу очень хорошо закидывать молотовы или взрывчатку. К сожалению приманки недоступны в самом начале игры, и первые орды придется уничтожать без них. Но даже тут можно схитрить. Если где-то неподалеку есть пост нера, то можно запустить у него генератор. Вот только перед этим я обычно рекомендую срезать все громкоговорители. Но в данной ситуации они нам и нужны. Это своего рода бесплатные приманки, рядом с которыми и соберутся толпы фриков. Ну а расстреливать их или чем-то закидывать, это уже решаете сами. Чтобы вам визуально было понятно как много врагов вы убили, можно включить отображение опыта в настройках игры. А теперь истина, которая я думаю и так всем понятна. Но я все же поясню. Бороться с ордами при помощи оружия ближнего боя, мягко говоря, глупо. Если это не мелкая орда, то вас просто сметут. Поэтому упор нужно делать на всякие пушки. В игре присутствует достаточно обширный арсенал огнестрельного оружия. Вы конечно можете взять что-нибудь мощное, но дело в том, что фрики сами по себе очень слабы. И берут они числом. Поэтому при выборе оружия наносимый урон далеко не главный параметр. Лучше всего взять то, у чего много патрон. Например какой-нибудь пулемет или винтовку. Так вы сможете положить гораздо больше зомби. Если вы прихватили пулемет, полностью забили свои карманы патронами, но по ходу дела они все равно кончились, то самое время вспомнить про подсумки на байке. К сожалению в начале игры рассчитывать на большой запас в подсумках тоже не стоит. Но тем не менее, так вы сможете быстро пополнить свой боезапас. Ближе к концу игры вам выдадут эдакое средство массового поражения. Я имею ввиду супер молотов. В игре он позиционируется как бешеный напалм, с которым вам не страшна любая орда. Но по факту это обычный молотов с большим радиусом действия. Поэтому чтобы не разочароваться, каких-то сверх ожиданий по отношению к нему можете не испытывать. Скорее всего к тому времени ваш персонаж и так будет очень неплохо прокачан. То же самое будет касаться и его арсенала. Во-первых пулеметы и автоматическое оружие, которое способно просто косить недругов штабелями. Во-вторых многочисленные бомбы, мины и прочая взрывчатка, которая также будет разносить толпы фриков. Но и в-третьих и самое наверное важное, это прокачанные навыки. Некоторые навыки очень полезны в борьбе с фриканутами. В большей степени я имею ввиду навыки для огнестрельного оружия. Среди всей этой ветки есть хорошие таланты, которые улучшат точность, уменьшат отдачу, повысят концентрацию, ударную мощь и даже боезапас всего оружия. Но это еще не все. Еще есть так сказать жемчужина. Можно даже сказать читерский навык. Я имею ввиду умение под названием насквозь. С ним ваши пули не будут оставаться в первой цели, а продолжат свой полет. Тем самым вы будете поражать противников, стоящих позади основной цели. Все эти навыки делают из главного героя какого-то непобедимого рэмбо. С одной стороны это круто, а с другой не очень. Как по мне в конце игры, Дикон становится слишком мощным. Откровенно говоря, против вас не выстоит вообще никто. Это если что я говорю про обычную сложность. Соответственно игроку скоро становится просто скучно. Больше нет никакого вызова. Любая орда ложится за один заход. Чтобы вам показать более наглядную разницу между начальным героем и полностью прокачанным, пойдемте-ка и расфигачим одну из стартовых орд. Как вы видите, ни малейшей сложности такие битвы не вызывает. Это говорит о том, что если вы хотите получить удовольствие от подобных сражений, то проходить их нужно вовремя. До того момента, пока персонаж окончательно не прокачается. В конце игры, когда персонаж очень силен, кататься по карте и раскидывать начальные орды очень скучно. К тому же это занятие больше для галочки. Ведь даже после того, как вы перебьете их все, вам толком ничего не дадут. Ни малейшей крупинки сюжета, ни мусипусенького ролика, ни-че-го. Только уши, которые к этому моменту становятся, по сути, бесполезными. Но если вам в кайф подобные сражения, и после того, как вы разобьете последнюю орду, вам все равно хочется еще, то добро пожаловать в режим испытаний. Там вы сможете попробовать себя, и даже получить в награду уникальное оружие. Ну а на этом у меня все. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь и жмите колокольчик. С вами был RedSprout, всем удачи, всем пока.